Здравствуйте, друзья! Друзья, в эфире снова программа «Призвание». И сегодня мы в гостях у замечательного художника-дизайнера, чьё очарование чётко отражается не только в её творчестве, но и в нашей интересной беседе. В Северной Осетии есть такой замечательный художник, точнее художница-дизайнер Свати Фарна. У этого художника свои эстетические взгляды, своя философия – добрая, тонкая, умная. Она видит мир, как единую целостную картину, в которой заключена простота, сложности одновременно, в которой присутствует бесконечность божественного и мгновения, настоящего гармонии и любовь. Так говорит о своём творчестве Елена Кизилова, а по псевдониму Свати Фарна. Очень приятно вас видеть. Мы наслышаны о вашем творчестве, причём не только в социальных сетях, но и по выставкам. А сейчас вот воочию очень приятно с вами познакомиться. И расскажите о том, как вы пришли в эту профессию, что вас подвигло. Ну, рисовать я стала с детства. В принципе, дети многие рисуют. Это нормально, это, в принципе, хорошо и развивает человека. Мама сказала, что я ещё в садике что-то такое уникальное нарисовала красивое, поставили на выставку. Потом пошла в художественную школу, куда училась. В школе параллельно ходила в художественную школу. Мне нравилось, у меня получалось неплохо. И когда встал в выбор, куда поступать, меня, естественно, хотели определить, как большинство, там, на юрфак, на медик, там, ещё что-то. Но я понимаю, что я не хочу занимать чьё-то место, и заниматься тем, что не радует мою душу. Я пошла в художественное училище. Ну, конечно, так, сомнения были у родителей в первую очередь. В конце концов, я как бы доказала, что имею право на существование тем, что помимо как художника, я состоялась ещё и как дизайнер. В принципе, соответственно, то есть художник и дизайнер – это параллельно идущие профессии, они взаимодополняющие. И я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Тот же Сальвадор Дали, да, на его примере, он делал и рекламу. Он создал уникальный дизайн губы «Мэй Оэст». Он создал дизайн «Флакон Духов». Да, вот это носик и губы. То есть таких примеров очень много, когда художник занимается параллельно дизайном. Ну и, соответственно, как бы занялась компьютерной графикой, которая, в принципе, мне больше помогает. Потому что, допустим, когда не хочется делать кучу эскизов, рисовать, я делаю один, фотографирую или сканирую его, и в фотошопе я там могу поменять цвет, что-то подвигать, и уже мне бывает ясно. То есть так где-то проще. Это, скажем так, хороший инструмент, хороший, мощный инструмент, который помогает мне, как художнику, видеть лучше, скажем, грамотнее где-то, как будет картина смотреться в том же интерьере. Я могу в интерьер пристроить и посмотреть, красиво, некрасиво. У вас за достаточно такой молодой возраст уже было несколько выставок. Поговори об этом. Какие они носили направленности, характеры, к чему были приурочены? Ну, самая-самая первая выставка была там, сколько мне, лет там 20-27 год был. Была попытка, значит, заявить о себе. И на этой выставке я показала немножко владение, значит, дизайном, и были работы, связанные в основном с разными культурами. Ну, скажем так, общим словом, эзотерика, так как модно и удобно. И на тот момент я все равно параллельно интересовалась нашей культурой астинской, да, то есть, ну, даже то, что было до астин, скифы, сарматы, да, кубанская культура. И информации было не так много, то есть это, вот, скажем, какие-то, такие большенаучные исследования. С внесением в нашу жизнь интернета, естественно, информации появилось гораздо больше, и я, естественно, стала развиваться. Что получилось интересного? То есть те культуры, которые я изучила до этого, то есть там Майя, Ацтеки, Египет, Китай, вот все практически, да, они мне помогли в осмыслении нашей культуры. То есть это, в принципе, одинаково древние вещи, одинаково насыщенные сакральными какими-то вещами, да, одинаково насыщенная энергетика. И вот то, что сейчас многие приходят к тому, что параллели есть, я уже к этому пришла. А сейчас только эпох? Да, 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 то есть когда говорят, что вот Аланы ходили в Египет, там Аланы, значит, были связаны как-то с культурой Китая, там находят башни, я уже это все знала, потому что у меня была эта основа, и поэтому мне где-то легче. И вот я все время хотела сделать что-то по-нарскому эпосу. Для меня, скажем, такие столбы живописи были, это Джанаев и Туганов, естественно, и поэтому хотела сделать что-то на должном уровне. У меня не получалось, то есть я рисовала, буквально рвала некоторые эскизы, а потом в какой-то момент раз, и получилось. То есть я начала рисовать, ну, думаю, ладно, сделаю набросок, мне попали акварельные карандаши чудесные. Я даже не пыталась, скажем, что-то делать серьезно, я просто начала рисовать. Не знаю, только карандаши оказались волшебны, то ли, наконец, все вот как пазл сложилось. Я сделала первый эскиз, второй, пошла во вкус, мне понравились карандаши, и сделала серию. В принципе, планировалось, что это будет как эскизы к будущим работам, они вылились в самостоятельную графику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ариана это тоже все мое Большое количество А есть что-то масштабное Больше к чему вы стремитесь? В дизайне В дизайне я занимаюсь Этикеткой, упаковкой, рекламой То есть там ничего особо масштабного Там творчества мало? Творческие моменты небольшие Но там чем интересен Скажем дизайн Огромное количество продукции На полках И чтобы купили продукцию Этого производителя Должны два фактора присутствовать Естественно Качество продукта Это однозначно И оформление Если продукт незнакомый Оформление приятно Его купят То есть моя задача Среди огромного количества Показать самым лучшим образом Продукцию нашего производителя Остинского в первую очередь И это в какой-то степени стимулирует То есть ты постоянно должна быть в какой-то волне То, что сейчас модно То, что сейчас интересно То, что покупается Поэтому приходится отслеживать Какие-то новинки Смотреть Вот В принципе Сейчас идут переговоры По одному очень интересному проекту Это у нас ресторан Дарьял Они планируют запустить третий этаж Это будет ресторан семейного формата А то, что они будут предлагать Это, по-моему, очень круто Подробнее не могу сказать И в принципе Если у нас Как бы Наши интересы совпадут То я поработаю с ними Как дизайнер Ну, именно вот В плане оформления То есть интерьер у них готов Концепция готова Моя задача Сделать Как бы печатные вещи В том А чего вы преследует Что вы придерживаетесь Своих дизайнерских работ В том же интерьере То есть Бывает что-то Национального колорита Или что-то Симбиоз Ваши приоритеты Чаще всего Симбиоз получается Допустим Та же Снежная королева Там Национальный колорит Не нужен Это мороженое В плане работы с забавой Их последние тенденции Как раз таки Требование Чтобы присутствовал Национальный колорит Да То есть Я считаю Что это здорово Потому что Тем самым Узнается Продукция И Я как патриот В принципе Не стоит этого стыдиться Это наоборот Хорошо Я стараюсь Добавлять Насколько возможно Там Наши орнаменты Не знаю Какие-то элементы Куда вот возможно Где люди хотели бы это видеть Я обязательно добавляю эти элементы Чтобы вы понимали Что это сделано в Осетии Что это сделано Скажем В Удмуртии В Кабарде Не знаю Еще где-то это сделано У нас Здесь и сейчас Линочка На ваш взгляд Профессиональные Да С точки зрения профессии Вот сегодня ваше дело Оно у вас требовано На дождь Или еще Вот набирает Этапы развития Как вы считаете В принципе Появляются Ряда молодых художников Которые Отдают свои силы Дизайнерские поставки Я не так давно видела Минеральную воду Я не знаю Кто Какие-то девочки Дизайнеры делали Я пока еще не выяснила Кто Ну Ну Мне очень понравилось Оформление воды Это было замечательно То есть Я была в восторге Я там даже что-то написала Вот Фамилию мне не сказали Но сказали Какие-то девочки Из Владикавказа Делали дизайн Вот Так Пока Скажем В плане Рекламы Той же упаковки Этикетки Я пока еще не видела В Осетии Скажем Должного уровня Вот Единичный может случай Ну Не знаю по каким причинам То ли поточное производство Я вот Не берусь за вот Нужно сделать здесь и сейчас Я стараюсь вложиться в работу так Чтобы Это было на какое-то время Надолго Ну есть в этой профессии Толика конечно коммерческого Такого Ну это да Это не перебивает вас Ту художницу Которую вы начинали Дело в том Что это даже стимулирует В принципе Искусство сейчас Это по сути бизнес Да И удивить кого-то Сейчас с картинами Да Это невероятно сложно Тех же европейцев Вот я Беседовала Кстати На Вадима Каджаева Выставке С Ахшаром Есеновым И он меня честно говоря Вот Немножко расстроил Он сказал Что в Европе В принципе удивить Крайне сложно Мы все видели Все видели Слышали И удивить Того зрителя Это надо Что-то невероятное Наверное сделать Или вот что-то особенное Поэтому Опять-таки Я беру за основу Нашу культуру Потому что такого нигде нету В Европе этого нету У нас это есть Значит будем удивлять Нашей культуре А что вам нравится Нашей культуре больше всего? Мне нравится Глубинность В первую очередь То есть там Столько планов Есть простецкие Бытовые вещи То есть То как себя вести В обществе Как общаться Друг с другом Есть более глубокие Сакральные вещи Которые Которые многие должны Да Или начинают там Выдумывать что-то Но они на самом деле Не настолько сложные Вот И вот это вот Та глубина Восприятия вообще Мира То есть это Космогоническая Скажем Вещь Там заложено понимание Как устроена Вселенная Как устроено вообще Наше общество Как устроен человек Там много всего И если мы сможем это понять То я думаю Что наше общество Будет на более серьезном На сегодняшний день Та-танжали Инвоке-сяя Та-танжали Та-танжали Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть хорошую музыку в совершенно разнообразном уровне, в разных направлениях, стиле, лишь бы она соответствовала моему настроению. И как окунаешься в звуки, уже само всё происходит. Не зря же говорят, что в принципе мир был создан звуком. Музыка — это вибрация, это звук, и она, видимо, порождает во мне что-то, что я уже дальше не контролирует, а всё выходит на холст. Как вы находите этот симпиоз старого и современного в своём творчестве? Удаётся ли вам это? Ну вот на данный момент мне повезло, и какие-то мои, скажем так, искания и замыслы совпали с замыслами другого человека. У нас будет аукцион. Я пишу для этого аукциона 10 картин, которые непосредственно связаны с нашей духовностью, с нашими сакральными местами, со святилищами. И в принципе ничего невероятного там не будет особо в этих картинах. То есть там всё будет очень аккуратно и тонко показано, без фанатизма, что называется. И я думаю, тем самым я постараюсь сохранить то самое наследие, которое у нас есть. То есть это надо сохранять, это надо поддавать, скажем, будущим поколениям, объяснять, что это такое. Не обязательно, чтобы это была религия. Я, честно говоря, не большой любитель религии, никакой вообще. Вы не атеист? Нет, я не атеист. Дело в том, что я достаточно часто... То есть религия и вера для вас разные? Да. То есть это абсолютно разные вещи. Человек истинно верующий, то есть неважно, как по конфессии он принадлежит, он напрямую общается с тем самым, скажем, изначально получает информацию для себя именно оттуда. То есть неважно, как вы это назовете. Люди придумали больше двух тысяч бомбов, 2700, там, сколько-то за все это время. Поэтому, как бы, вот, уточнять, какой именно Бог, это вот совершенно другой вопрос. А если ты живешь по законам Вселенной, духовным, да, они, в принципе, везде одинаковые. В любой конфессии есть какие-то определенные своды правил, которые очень похожи. Да. Лена выделяется среди своих ровесников. Она очень много читает философской литературы. Была развита интеллектуально, постоянно работает над собой. В учебе казалась старше своих однокурсников. Она увлекалась музыкой. Для дипломной работы выбрала тему музыки, дизайн обложек, грампластинок, культовых певцов. Спорт и музыка – это сложные для изображения темы. Лена с задачей прекрасно справилась. Дипломная работа была интересной. Сейчас она видит, что она делает – это делает зрелый человек, глубокий, серьезный, вдумчивый. Зрелость личности – это очень важно. Некоторые так ее и не достигают. Лена нашла интересный пластический ход. Акценты, ритмы, все, чему мы учились в училище, я усвоила и применяю в практике. Ее работы надо долго, интересно, вдумчиво разглядывать. Много тонких вещей, нюансов. Она честно работает, не халтурит. Каждый кусочек полотна решает по-своему. Своей выставкой она дала знать всем. Есть такой художник, как Свати Фарна. У этого художника свои эстетические взгляды, своя философия и большое будущее. Спасибо вам огромное за интервью. Я желаю вам творческих побед, интересных находок, и чтобы ваши дизайнерские задумки находили живой отклик и благодарность среди тех, какому они направлены. Спасибо, что Осетия дает таких прекрасных дочерей-доманкевых. До встречи. До свидания. Спасибо.